Творчество. Во всех нас сидит потребность заниматься творчеством. Мы хотим сочинять музыку, рисовать картины, писать книги и танцевать. Однако зачастую мы либо вообще не доходим до того, чтобы начать что-то творить, либо, когда мы пытаемся подступиться к некоему творческому акту, это выглядит как-то вот так. Для начала. Для начала. Как же начать? Для размышления. Я хочу есть. Надо сварить кофе. Кофе помогает думать. И вот недавно мне в руки попала книга Твайлы Тарп под названием «Привычка к творчеству». И вот что обещает автор на одной из первых страниц. Если вы прочитаете эту книгу и прислушаетесь хотя бы к половине советов, вы никогда не застынете в страхе перед чистым листом бумаги, пустым холстом или белой комнатой. Творчество станет вашей привычкой. А не обманывает ли нас автор? Неужели книга и правда может помочь? Давайте узнаем. Для начала несколько слов об авторе. Твайла Тарп – американская танцовщица и хореограф, живущая и работающая в Нью-Йорке. Она обладатель таких премий, как Эмми и Тони. Твайла ставит и балеты, и современные танцы, и, помимо прочих известных деятелей, успела поработать с самим Барышниковым. Ее познания в области творчества основываются на десятилетиях работы с танцорами. И вот в этом, как мне кажется, и есть главная ценность книги – в опыте, который буквально сочится с каждой страницы. Твайла успела очень много потрудиться хореографом, и она рассказывает о том, какие успехи ее ждали на этом пути. Но, куда важнее, о тех неудачах, которые ее постигли. Да, безусловно, в книге вы встретите рассказы и о писателях, и очень много рассказов о композиторах, особенно о Бетховене. Она его прям очень-очень сильно любит. Но, в первую очередь, книга цена теми правдивыми рассказами и тем опытом, которым с нами делится автор. Вот тут она повествует о том, как ей приходилось входить в пустую комнату, да, для танцора это аналог чистого листа или же чистого холста. Вот здесь она повествует о том, от каких вещей ей приходилось отказываться. А вот здесь она приводит такой кейс, который вы не услышите в каких-то привычных книгах, да, где авторы любят себя превозносить. Нет, она рассказывает все, как есть. Она не стыдится своих фейлов, и она очень честно о них повествует. И, как по мне, подобные истории, они просто бесценны. Что еще есть в книге, помимо рассказов про биографии композиторов и как они справлялись со своими творческими трудностями, и рассказов о биографии самой Твайлы Тарп? В конце каждой главы есть некий набор упражнений, выполняя которые вы сможете чуть лучше понять себя, проанализировать свою собственную творческую жилку и более грамотно подходить к любым творческим занятиям. Должен признать, что по большей части упражнения хорошие, они максимально точно, в большинстве своем, помогают вам себя проанализировать, там и опросники есть, вот это все. Однако, отдельные упражнения лично мне показались не слишком применимыми. При этом допускаю, что кому-то из вас, дорогие мои зрители, именно эти упражнения как раз-таки и помогут. Ну, в отличие от меня. А те упражнения, которые мне показались полезными, вам они, наоборот, не пригодятся. Теперь же давайте поговорим о самих рекомендациях, о самих идеях, которые позволяют лично мне со всей уверенностью заявлять, что книга Твайлы Тарп действительно полезная. Самых мощных лично для себя рекомендаций я вынес три. Во-первых, это рассказ про дедлайны и это информация о том, насколько они важны. Твайла на своем примере рассказывает о том, как вот здесь у нее в жизни не было со всеми ограничений, а потом ограничения появились и гораздо более впечатляющим вышел результат. Далее она рассказывает о том, как важно иной раз, да, человеку творческому уходить в некий пузырь, как-то ограждаться от мира и благодаря этому концентрироваться лучше и производить нечто, опять-таки, более впечатляющее. Ну и в-третьих, мне очень, вот на моем личном опыте, показалось, что ритуалы, да, которые вводят вас в состояние более творческое, они крайне-крайне важны. Но это так, общие слова. Более подробно о своих впечатлениях от этих трех фундаментальных моментах я рассказал в тексте, который я написал для портала beautyrobot.ru. Сам текст доступен по ссылке в описании, ну а я лишь хочу отметить, что те из вас, кто интересуется вопросами мейкапа, хм, beauty robot, и те из вас, кто в то же самое время, или в дополнение к этому, заинтересован в том, чтобы ознакомиться с тем, как я пишу, с моим стилем и о чем я пишу, вы смело можете добавлять портал beautyrobot.ru в закладки, потому что я буду периодически публиковаться на этой площадке. Также отмечу, что портал этот создан Олей Ред Отом, и, друзья, переходите по ссылке, заценивайте текст, и, пожалуйста, пишите ваши комментарии, как он вам понравился или нет. Надеюсь, вы прошли по ссылке в описании и ознакомились со статьей, ну а я расскажу про еще несколько идей из книги, которые мне показались довольно ценными. И первая, и, может быть, основная из них, это мысль о том, какой же все-таки труд стоит за любым творческим продуктом. Тут идея довольно простая. Если вы хотите, чтобы вас посетило вдохновение, вам нужно подготовиться к этому посещению, вам нужно развивать свои навыки, которые, в конечном счете, станут этаким мостиком, по которому вдохновение сможет прийти в вашу жизнь. А если вы отказываетесь трудиться, если вы предпочитаете ничего не делать и просто ждать, а когда же это вдохновение на вас спустится, ну что же, скорее всего, ничего у вас в этом творческом предприятии не выйдет. Уже извините. Какие еще идеи? Да много их. Тут вам и про важность грамотного планирования, когда вы, с одной стороны, знаете, что вас примерно ждет в течение дня, но при этом вы гибки и можете адаптироваться к возникающим ошибкам. Это и про принятие этих самых ошибок, но со своей стороны вы должны помнить, что всякий раз, когда вы в чем-то факапитесь, вы чему-то учитесь. Ну и, разумеется, мое любимое. Твайла Тарп не забыла рассказать, как про важность и однозначности, что нужно концентрироваться на неком деле целиком, когда вы им занимаетесь. И, по сути, про осознанность. Про осознанность у Твайлы тоже инфа есть. Давайте подводить итог. Я одобряю книгу Твайлы Тарп «Привычка к творчеству» и считаю это произведение достаточно полезным трудом для любого человека, который заинтересован в том, чтобы развить в себе эту самую привычку к творчеству. Автор — человек опытный. Она сама прошла через множество проблем на своем творческом пути, но при этом сумела выйти из них победителем. И те советы, которые она в этой книге преподносит, они уместны, они актуальны и они попросту хороши. Так что либо идите, затаривайтесь этой книгой, прочитывайте ее и воспринимайте ее в качестве толчка к тому, чтобы творить, либо прямо сейчас заканчивайте смотреть этот видеоролик и возьмитесь, наконец, за ту самую идею, так или иначе связанную с творчеством, которая давненько уже теплится в вашем сердце. Ну вот и все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если вам он вот прям очень-очень сильно понравился, можете рассмотреть вариант доната. Ссылочка будет в описании. Ну и плюс к этому можете написать в комментариях название вашей любимой или наоборот самой нелюбимой книги по развитию неких творческих привычек. Будет очень интересно с вашими комментариями ознакомиться. На этом у меня все, друзья. Получайте знания и делитесь ими. Всем пока.